Каким будет постапокалиптичный метод? Как будет выглядеть общество после апокалипсиса? Сначала будут смутные времена, время перемен, потому что сразу резко ничего не произойдет и не происходит. Но постепенно люди начнут осознавать, что те ценности, с которыми они жили, они были все-таки неправильными. И вот сейчас есть возможность все поменять. И, как ни странно, именно поэтому самая главная ценность, которую люди поймут, это что надо хотя бы чуть-чуть делать добро. Здесь помогли, здесь помогли, здесь старушку перевели через дорогу, здесь помогли, я не знаю, посадить дерево, здесь и так далее. Вот эти вот маленькие добрые дела, как ни странно, соберутся в одно большое доброе дело, и облик человечества изменится. Еще крайний самый вопрос, а на одних консервах-то не трудно жить будем? Конечно, трудно. Но вообще никто не говорил, что времена апокалипсиса будет жить легко. Поэтому, естественно, нам необходимо и психологически подготовиться к этому процессу. И вот консервы, это, конечно, часть этой психологической подготовки. На каком-то складе, ну, то есть у вас там открываешь дверь, там, бах, консервы, и все заберет. Да, у нас мы можем показать только дверь. Мы, к сожалению, у нас она здесь включена. Открыть ее, у нас она просто закрыта специально, потому что там специальная температура, специальная. Она не написана там что-нибудь, там, типа, табличка? Нет, мы к этой двери, мы сейчас подойдем к этой двери и покажем. Хорошо. Сейчас мы перебивочку приснимаем, тогда бахаем две минутки. Что такое перебивочки, я думаю, прекрасно, знаете, это там у вас ЦАТО, если не СОТО, интервью, так что. Ну, интервью достаточно много. Всю нашу внутреннюю кухню, знаете, прекрасно.